AutoBits это аукцион для автоэнтузиастов. Если хочешь ездить на чем-то необычном, тебе сюда. Все лоты имеют десятки фотографий и подробное описание, а задать вопрос владельцу и написать комментарий можно прямо на сайте. Регистрируйтесь и делайте ставки. Торги на все лоты начинаются от 0 рублей. Я и сам решил поучаствовать в торгах. Можете найти меня в комментариях под Toyota MR2. Делая ставку, вы ничем не рискуете. AutoBits всем вернет комиссию. Ее платит только победитель торгов. Ссылка на сайт и телеграм проекта в описании. Сегодняшнее видео предоставлено для вас Carson Beats, моим сайтом с аукционами для автолюбительских машин, где недавно продали это, и это, и это, и это, и это. Это новый Lexus RZ450E 2023 года. Первый полностью электрический автомобиль от Lexus. Это маленький люксовый кроссовер, и он состязается с Tesla Model Y, Genesis GV60, Audi Q4 e-tron и Volvo XC40 Recharge. Сегодня я буду обозревать новый Lexus RZ и покажу вам все его фишки и особенности. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Lexus RZ450E с беглого обзора того, чем именно является этот автомобиль. Как я уже говорил, маленький люксовый кроссовер и самый первый Lexus полностью электрический автомобиль. Вот это он, RZ. Что до расценок, сейчас доступно две комплектации. Есть базовая модель, она называется Premium. Цены на них стартуют в районе 60 тысяч, либо вы можете подняться до топовой в линейке люксовой модели вот этой машины. Цены на нее стартуют в районе 65 тысяч. RZ основан на Toyota BZ4X и Subaru Solterra. Это электрокроссоверы перечисленных брендов, но в этом есть значительные отличия. Помимо имени марки Lexus и улучшенных высококлассных материалов, эта машина по стандарту идет с двумя моторами и полным приводом. И в ней больше мощности. Базовые модели BZ4X и Solterra идут на переднем приводе и с мощностью 200 лошадиных сил. Эта машина будет только на полном приводе и с мощностью 310 лошадиных сил. Так что, по сравнению с его собратьями от этих мейнстримных марок, RZ неплохо так улучшен. Что до характеристик, RZ450E разгоняется до сотни в районе 5,5 секунд. И это на самом деле не так уж и хорошо. По факту, то же самое можно сказать и про показатель дальности хода RZ. Его дальность оценили в 354 километра на одной зарядке. И это с 19-дюймовыми дисками поменьше, которые идут по стандарту в базовых моделях премиум. Если подняться до люксовой модели с 20-дюймовыми дисками посимпатичнее, вы получите всего 315 километров на одной зарядке. Это все. Меньше 200 миль. Не впечатляет. И это впечатляет еще меньше, если учитывать соперников. Возьмем, к примеру, Tesla Model Y. Несомненно, самую популярную машину в этом сегменте. Компактный люксовый электрокроссовер. Модель Y начального уровня разгонялась до 100 на 4,8 быстрее этой машины. И стоит она где-то 55 тысяч долларов. Дешевле этой машины. И ее дальность хода 530 километров. Значительно больше, чем в этой машине. Возьмите Tesla Model Y Performance. Они стоят от 59 тысяч. Это все еще дешевле этой машины. Там дальность хода составит чуть больше 482 километров. Все еще больше, чем в этой машине. И разгон до сотни где-то 3,5. Это намного быстрее этой машины. Так что Model Y дешевле, быстрее и с большей дальностью хода. И дело не только в Tesla. Возьмите, например, Ford Mustang Mach-E. Еще один фантастический автомобиль в этом сегменте. Цены на него стартуют в районе 59 тысяч долларов. Дешевле этой машины. В нем 502 километра дальности хода. Больше, чем в этой машине. И разгон до сотни чуть меньше пяти. Опять же, быстрее этой машины. И заряженная версия Mach-E. Mach-E GT стоит от 65 тысяч долларов. Примерно как эта машина. Но до стана разгоняется за 3,8. Очевидно, намного быстрее. Дальность хода больше. По факту, все соперники Lexus RZ проедут на электротяге больше. Genesis GV60 в топовой комплектации проедет 402 километра. Volvo XC40 Recharge 364. Больше, но ненамного. И Audi Q4 и Tron 426 километров в дальности. Все они лучше Lexus RZ. Его дальность хода всего лишь 315 километров. Но вот одно преимущество, которое есть у Lexus RZ. Его стайлинг. Особенно это так, если учитывать его сородичи от мейнстримных марок. BZ4X и Solterra. Они просто чертовски уродливы. Выглядят странно, очень необычно. А с RZ все не так. Он выглядит как обычный кроссовер Lexus. Разве что, вероятно, у него немного другие пропорции. Это не самый красивый автомобиль в этом сегменте. Но это субъективно. Кому-то он понравится. Определенно он выглядит лучше, чем BZ4X и Solterra. И он определенно не уродливый. В некотором смысле бросается в глаза. И кому-то это нравится. Это было вступление. Основные моменты Lexus RZ. Также в нем есть несколько интересных фишек и особенностей. Начнем со штурвала. Да, в RZ вы получите штурвал вместо руля. Как вы сейчас видите на своих экранах. Штурвал. И это не Тесла. Я отметил, что это не Тесла, поскольку пару лет назад они делали то же самое, вызвав много критики, жалоб и споров и даже похвалы. Это было очень интересно. Теперь то же самое сделали Lexus. Lexus RZ вместо руля штурвал. И вот еще одна парочка примечательных моментов. Во-первых, штурвал это опция. Ее не обязательно брать. Вы можете взять и обычный руль, как здесь. Выглядит вполне по-обычному и приемлемо. Но при желании можете взять штурвал. Еще одна интересная штука насчет штурвала. В машинах со штурвалом также настроена чувствительность руления, что значит с поворотом руля машина будет поворачивать все быстрее и быстрее. Наверное, так это можно объяснить. С обычным же рулем с поворотом руля машина поворачивает как бы линейно, как бы вы не крутили руль. Со штурвалом, чем сильнее вы его поворачиваете, тем сильнее поворачивает машина. Что значит, вам не нужно перехватывать руки и вы не запутаетесь с этим штурвалом. На что частенько жалуются владельцы Тесла. В общем, в RZ доступен штурвал. И кое-какие другие интересные фишки. Например, двери открываются с помощью электроники. Выглядит как обычная дверная ручка, но с внутренней стороны на ней есть кнопка «Потяните» и дверь отопрется с помощью электроники. Это значит, что с внутренней стороны то же самое. У вас не будет традиционной дверной ручки, но вот эта кнопка «Нажмите» и дверь отопрется. Хотя если потянуть за эту кнопку в обратном направлении, дверь откроется механически на случай, если сломается электромеханизм. Перемещаемся внутрь RZ. Здесь много интересных фишек, но несомненно, самая крутая – это люки. Вот они выглядят как две панорамные крыши спереди и сзади. Ничего такого. Но нажмите вот эту кнопку, и теперь через люк ничего не видно. И вы можете нажимать на эту кнопку снова и снова и снова. Запускай в салон солнца и не запускай, запускай, не запускай. Мне эта особенность нравится. Такое предлагалось некоторыми автопроизводителями в прошлом. Такое было в Макларен, у Феррари и у Тойота в их Фензи в гибридном кроссовере. Теперь же это есть в Lexus RZ. Такой вот фокус с люком. Очень крутой. Вот еще одна интересная фишка в этом салоне. Сидения. Они полностью из алькантары. Никакой кожи. По центру некоторые люксовые бренды перестают использовать кожу полностью, чтобы сберечь окружающую среду, животных. И я так думаю, здесь кожи нет по той же причине. Сидения полностью из алькантары. Обычно такое встречается в заряженных спорткарах и на сидениях-ковшах. Теперь сидения из алькантары делают в гибридном кроссовере от Lexus. И далее еще одна интересная фишка. Крышка центральной консоли. Места, где интересных фишек обычно нет. Но в самом деле, нажмите на эту кнопку, она откроется в одну сторону, но закройте ее и нажмите такую же кнопку с другой стороны, и она откроется в другую. Одна и та же крышка центральной консоли может открываться в обоих направлениях, а значит, она волшебная. Нет, конечно, но это довольно круто. Также на центральной консоли интересна ситуация с рычагом переключений. Он необычен. По центру вот такой черный круг внутри серебристого кольца. Чтобы переключиться на передачу, нужно надавить на это кольцо вниз и подвинуть его вправо. Это драйв. Нажмите и подвиньте влево. Это задняя. Или просто надавите и удерживайте. Нейтралка. Паркинг это кнопка повыше. Нынче в машинах делают интересные и странные новые рычаги переключений. И это определенно один из них. Но помимо всех этих интересных и довольно странных фишек, давайте обсудим функциональность. А именно, давайте обсудим центральный экран. Он огромен. 14-дюймовый тачскрин по центру. И в нем есть кое-какие плюсы и минусы. Главное преимущество в том, что он огромный. Все хорошо видно, для всего есть место. Большой, легкодоступный, полезный экран. Это хорошо, особенно учитывая, что у Lexus не лучшая репутация, если говорить про мультимедиа. После их интерфейса Remote Touch, как в прошлых моделях, теперь у вас будет большой, хороший тачскрин. Высокое разрешение, и он отличный. Так или иначе, есть здесь и несколько недостатков. Во-первых, его нельзя разделить на несколько экранов. Что значит, вы не сможете вывести карту на левую половину и радио на правую. Две вещи одновременно делать не получится. Я всегда на это жалуюсь в подобных экранах. Иногда было бы удобно наблюдать на нем сразу два раздела. Другая жалоба в том, что климат-контроль интегрирован в экран. Вместо физических кнопок вам нужно посмотреть вниз и разобраться, куда надо нажимать. Но они исполнили это не хуже других автопроизводителей, что я видел. Регулятор температуры климат-контроля – это физическая кнопка, но она размещена на экране. Очень круто. Можете ее повернуть, и на экранчиках появится температура. Температура воздуха. Также тут остались физические кнопки для отогрева лобового стекла. Если вдруг у вас запотело окно, вам срочно нужна эта функция, вы не хотите лазить по меню, просто нажмите на кнопку. Остальные регуляторы климат-контроля находятся на экране, но они зафиксированы на одном месте и никуда не деваются. И подогрев, охлаждение сидений и подогрев руля тоже включаются с экрана. Обычно я на это жалуюсь, но тут круто, что вы можете перевести их в автоматический режим. Можете включить автоматический подогрев сидений и руля, и они будут включаться или выключаться автоматически, если понадобится. Смотря какая за окном погода, жарко там или холодно. Так что вам не обязательно включать это вручную. И это довольно крутая идея. Это означает, что вам не обязательно часто взаимодействовать с кнопками подогрева и охлаждения сидений и руля. Другой важный экран в этой машине – экран приборной панели. Прямо перед рулем, я должен сказать, он не такой уж и отличный. По сути, в каждой другой новой машине в экране приборной панели больше функциональности, чем в новых моделях Toyota и Lexus. Там особо нечего делать, у вас не будет карты, не будет радио, на экране приборной панели не так уж и много информации. Но, с учетом сказанного, в этой машине есть проекционный дисплей со множеством отличных особенностей. Он управляется на руле, регулятор на руле слева отвечает за смену музыки, и это указано на проекционном дисплее. Вы можете настроить громкость, трек, станцию, которую слушаете. Все это можно настроить на проекционном дисплее. И то же самое справа от руля. Эти кнопки управляют системой адаптивного круиз-контроля или самим проекционным дисплеем, расположением, размещением и прочим. Так что на лобовое проецируется много информации прямо в поле вашего зрения. Но на экране приборной панели информации не так уж и много. Как по мне, проекционный дисплей недостаточно дополняет нехватку всякого на приборном экране, но все же с ним лучше, поскольку в этом проекционном дисплее много информации прямо в поле вашего зрения. И далее мы перемещаемся на задний ряд Lexus RZ. И на нем, на удивление, просторно. У меня куча места для ног и коленей. Я бы никогда такого не сказал про компактный кроссовер, но в нем много места. Причина в том, что это электромобиль. Спереди нет двигателя, он не занимает места, поэтому салон можно было немного растянуть. И предоставить пассажирам больше пространства. Здесь именно это и сделали. Шокирующе, просторно, и это очень хорошо. Еще одна интересная штука здесь, задний ряд. Также полностью из алькантары. Это выглядело неожиданно спереди, сидение полностью из алькантары, но тут сзади гигантская задняя скамья. Вся из алькантары. И это, честно говоря, еще больший сюрприз. В этой машине нет кожи, и не было цели ее делать. Другие примечательные вещи на заднем ряду RZ подогрев заднего сидения. Приятный люксовый штрих. Также рядом разъем USB-C для зарядки и разъем под прикуриватель пониже. Также для зарядки. Кроме того, на среднем сидении для ног полно места, поскольку на полу нет никакого бугра, как во многих других машинах. Это электромобиль с двумя моторами. По центру в этой машине нет никакого вала, так что места на этом маленьком заднем ряду достаточно. Вот один огорчающий недостаток сзади. Здесь есть люк, но сзади вы не можете им управлять. Это кнопка, которая делает люк то прозрачным, то нет. Сзади ее нет. Так что вам придется довольствоваться тем, что выберут передние пассажиры. И далее мы перемещаемся к багажнику RZ. И сзади, как видите, на удивление, приличное количество багажного пространства для компактного кроссовера. Опять же, отсутствие двигателя спереди означает, что вы можете растянуть салон и отвести больше пространства для таких вещей, как багажник. И под полом есть еще больше пространства. Поднимите и обнаружите там еще один отсек, куда также можно что-то положить при желании. Кроме того, по бокам от багажника есть вот такие небольшие петли. Смотрится так, будто бы они нужны, чтобы вы могли возить в багажнике ручку, если вдруг это то, что вы собирались делать. Еще одна примечательная вещь в багажнике – крышка. Когда она на месте, она будет скрывать все ваши вещи. Никто их не увидит, и машину не взломают. Но также вы можете ее снять и сложить. Это довольно крутая задумка, поскольку это означает, что крышку можно сложить и разместить внутри машины. И вам не придется ее оставлять дома, как другие твердые крышки. Крутой небольшой фокус в новых моделях Toyota и Lexus. Ну и заканчиваем с багажником. Давайте обсудим задок RZ. Вот парочка интересных штук сзади. Во-первых, заднее окно. Оно очень круто расположено, прям почти как в седанах, в отличие от вертикальных окон большинства внедорожников. По факту сзади даже нет дворника, как в большинстве внедорожников. Я так полагаю, поскольку оно под таким углом, он здесь не нужен. Также сзади интересны вот эти две маленькие панели, которые являются продолжением линии крыши над задним окном. Не совсем уверен, зачем они там нужны. Вероятно, чтобы отличить его внешне. И определенно они отличают. Также сзади примечательна надпись Lexus поперек задка. И это новая штука. Lexus только начали так делать в некоторых своих моделях, вместо обычного шильдика L. Не уверен, может они решили, что люди недостаточно понимали, что это, но теперь они пишут свое название полностью, чтобы когда вы будете за ним ехать, вы знали, что это Lexus. И, наконец, парочка интересных штук спереди. Во-первых, решетка. Похоже, что Lexus наконец-то избавились от своей странной решетки веретена, как в столь многих их машинах. Такой раскрытый рот со странными углами. В RZ они сохранили общую форму этой решетки, но только вот это не решетка. Это электромобиль. Во мне нужна здесь решетка, вместо нее просто большая крашеная панель. Такая же по форме. Выглядит, ну, не уверен, мне кажется, выглядит нормально. Неуродливая, как в некоторых других моделях Lexus, но, вероятно, немного странная с такой большой крашеной в кузов панелью спереди. И, к слову, насчет передка. В этой машине спереди нет отсека для хранения. Под капотом, как видите, есть механические компоненты, как будто машина с двигателем внутреннего сгорания пространства, спереди нет. Некоторые могут на это пожаловаться, но большинство автопроизводителей, с которыми я говорил, считают, что большинство людей не пользуются передними багажниками своих электромобилей, если они там есть. Так что его отсутствие – это не такая уж и проблема. Он добавляет немного практичности, но эта машина и так достаточно практична. Не забывайте зайти на AutoBeats, чтобы успеть купить один из этих уникальных автомобилей. Например, этот Volvo 850 в коллекционном состоянии. Ссылки на сайт и телеграм-проекта в описании. Ладно, веду Lexus RZ – электрокроссовер. Как я уже говорил, для меня это лучшая версия BZ4X из «Алтеры». Полный привод по стандарту, достаточно мощности по стандарту, и выглядит он не странно. С точки зрения Toyota – это отличный электрокроссовер, но с точки зрения рынка в целом, мне он кажется не таким уж и хорошим. А именно, я удивлен комбинацией дальности хода, цены и характеристик. Он недостаточно быстрый, у него недостаточно дальности хода, чтобы оправдать цену, которую за него просят. Toyota бы ответили на это, как мне кажется, и Lexus бы ответили. Они сказали бы «да», но это же Lexus. И в этом самом деле есть немного смысла. В модели Y больше дальности хода, лучшее ускорение, но собрана она так себе. Если быть до конца честным, то салоны Tesla так себе. Минималистичные, можно сказать, что это круто, но они так себе. Не люксовые. В этой машине хороший салон, в самом деле, и даже на удивление, поскольку, как по мне, без Z4X и с «Алтера» смотрятся немного дешево. Эта машина не такая в ней, всюду приятные материалы, приятная алькантара на сидениях, очень комфортно, хороший большой экран, руль приятный, он не кожаный, это синтетическая кожа, но он прострочен вручную. Хороший проекционный дисплей. Определенно, эта машина собрана лучше, чем Tesla Model Y. Но лучше ли она в целом? Ну, она предлагает лучшее качество сборки, и некоторых определенно привлекает надежность Toyota и Lexus. Многие люди покупают только Toyota и Lexus, поскольку они надежные, прочные и славятся этим. И взять да купить Tesla таким людям покажется плохим решением. Некоторые люди пожертвуют дальностью хода и характеристиками, и заплатят побольше за это. Но это не большинство. Я думаю, что большинство, особенно тех, кто собирается покупать электромобиль, вряд ли подыскивают себе что-то подороже, менее мощное, и менее все остальное. Ради надежности Toyota. Определенно, в этой машине есть и хорошие вещи, но 315 километров в дальности хода это просто неприемлемо, учитывая, как хорошие соперники. В Tesla больше 530 километров в дальности хода, в Mach-E 502, а здесь 315? Как кто-то, кто часто ездит в дальние поездки, этого просто, ну, недостаточно. Вы ни докуда не доедете, этого недостаточно. Выходит, что этот автомобиль для коротких городских поездок, тогда как Теслу вы могли бы взять в дальнюю поездку. Вероятно, вам интересно, как едет эта машина. Ну, как кроссовер. Я особо не рассказываю про ощущения от вождения, поскольку, если честно, рассказывать особо и не о чем. Ускоряется нормально, не сказал бы, что отлично, с нуля до сотни за пять с половиной, относительно шустро, но для электромобиля это не особо быстро. Большинство электричек очень быстрые, и зная это, невозможно назвать эту машину быстрой, она как бы быстрая. В остальном, ну, то есть, это кроссовер Лексус. Вы не получите превосходной управляемости для трека. Он предсказуем. Едет предсказуемо, посадка хорошая. Вы будете сидеть выше, чем я ожидал. BZ4X и Салтера ощущаются немного пониже, почему-то. Здесь кажется, что я сижу повыше, так что обзор будет чуть более командирским. Но все работает, как задумано тормоза, предсказуемо и рулится, предсказуемо, ускоряется, опять же нормально, но не превосходно. Предсказуемо, можно так сказать. Едет, как кроссовер Лексус с электрической силовой установкой, и многие за это и покупают эту машину. Только за это. Они продают свой RX, хотят что-то электрическое, вот и оно. Можно было бы только его сделать получше. Дальность хода, характеристики, или хотя бы сделать более приемлемой цену. Тогда он станет действительно конкурентным. Итак, это Лексус РЗ 2023 года. Он, ну, нормальный. Только нормальный. Технологии приемлемые, характеристики приемлемые, дальность хода огорчает. И он довольно дорогой, учитывая все недостатки. На рынке есть электросоперники получше, но, по крайней мере, Лексус наконец-то выпустили электромобиль. И я уверен, что это не последний. В любом случае, теперь пришло время оценить РЗ по шкале Дага. И вот шкала Дага. 56 из 100, что размещает РЗ здесь среди соперников электрокроссоверов. РЗ, честно говоря, средний. В нем достаточно мощности, но он не так хорош, как многие из его соперников, которые стоят тех же денег. Его стайлинг немного странный. И что более важно, показатель дальности хода хуже, чем, по сути, в чем угодно еще. А еще он дорогой для того, что из себя представляет. Некоторый контингент людей будет покупать РЗ, потому что это Лексус. Они же дали электромобиль от Лексус, но так же, как Тойота БЗ-4Х и Субару Солтера с такой же платформой. Эта машина хуже других электромобилей. Вольво С40 Ричардж хороший, Хёнде Айоник 5 отличный, Форд Мустанг Мак и Тесла модель Вайб фантастические. Я бы выбрал любой из них вместо РЗ. И надеюсь, что Тойота и Лексус вскоре покажут электромобили получше, иначе рынок оставит их позади. Продолжение следует...